16 часов русский язык. Наверное, отсюда уровень Ахунтова, когда он писал статьи Ахмеда Ахунтова в газете Каспий, уровень русского языка. И хотелось бы сказать, что, с другой стороны, почему-то в России не понимать, что та российская культура, литература и русский язык уже давным-давно, с того же начала 20 века, она перестала быть только русским. Эта культура стала составной частью той советской интеллигенции, которая стала национальной интеллигенцией. Я не говорю, что это было на пустом месте, естественно, была национальная культура, естественно, люди обучались в тех же медресе, где на одного студента был один преподаватель. Вот недавно я был, опять-таки, вернемся в разговор в Самарканде, и был медресе в Лугбеке. Я видел и говорили, и это историческое тоже факт. Но когда в России на сегодняшний день создают русские фонды и так далее, и говорят о том, что вот это наша культура, и мы будем пропагандировать русский язык, им тоже хорошо было бы прочитать историю и понять, что, я еще раз повторяю, что русская культура вышла уже из этих национальных рамок. И она стала составной частью духовной жизни, вот той интеллигенцией, которая на сегодняшний день светилась. Чтобы мы сейчас не говорили, как бы позитивно не выражали свое отношение к событиям 9 мая или к другому-другому историческому. Дело в том, что отношение к истории в том числе, оно всегда будет формулироваться в зависимости от внешнеполитических и других общественно-политических приоритетов в той или иной стране. Это понятно. По мере того, как будут меняться в той или иной ракурсе эти реалии, так и будут меняться отношения, в всяком случае, существующих поколений к конкретным темам. Что касается пространства, это пространство действительно существует, но оно больше связывает нас с вами, чем те поколения, которые пришли после нас. Конечно, здесь базовым фундаментом является все-таки русский язык, который опять же нас связан и имеет шанс на перспективу опять играть ту же роль. Учитывая, что и наши дети, и следующие поколения, так или иначе с этим связаны. Конечно, большое значение в том, что мы можем сделать на будущее, конечно, необходимо уделять толке, культуре, гуманитарным связям, медийным связям. Именно в этом интеграционном поле. То, что наши тоже братья, когда получали образование в России, имеют такую сопричастность с русской культурой, с русской духовностью, это все сегодня связывает и нас. Сможем ли мы передать это следующим поколениям? Успех этих начинаний, конечно, наших начинаний, будет зависеть от того, как мы сможем это все воплотить, какие-то конкретные механизмы сотрудничества. Те механизмы, которые уже будут понятны и приемлемы для нынешних поколений. И, разумеется, вот что касается историков, то существует очень большое количество фондов, насколько известно. И было бы неплохо, если бы подзирались в какой-то формат дискуссии те темы, которые представляют для нас взаимный интерес. Спасибо большое. Мы плавно перебросили планку к последнему вопросу, который, как я бы попросил, буквально в режиме двух-трех реплик. Я хочу ответить на вопрос, который упоминался в выступлении Гульнара, но я его немножко переформатирую. Через какие инструменты? Как мы можем передать следующему поколению вот это острое ощущение необходимости сохранения общего пространства истории? Шире гуманитарного знания, которое существует между российскими и азербайджанскими обществами. Мне кажется, что старые технологии уже не работают. Я думаю, что очень важен политический контекст, конечно. Если он будет сохранен, я имею в виду, что, скажем так, это дата, эти события будут отмечаться и поддерживаться на политическом уровне, на всем бывшем постсоветском пространстве, это, конечно, будут определенные какие-то направляющие для сохранения взаимодействия, в том числе и в области исторической науки, давать. Второй континент – это, конечно, образование. Я думаю, что так как у нас есть возможность пока и отправлять, вот есть филиал МГУ, есть возможность и в этой сфере продолжать, особенно на уровне пост, скажем, да, университетское образование, магистратура, защита ученых степеней, иметь возможность работать в России и наоборот, чтобы приезжали сюда, конечно, и это. И, наконец, третье – это интернет. У нас просто сегодня все, что издано в России, можно взять в интернет. Просто надо платить. У нас очень многие готовы пойти заплатить за книжку и купить ее, но не готовы заплатить в пять раз меньше и в электронной форме взять и пользоваться. На носителях электронных. Да нет, даже с интернет можно скачать, но оплатив. То есть я думаю, что это будет развиваться, будет развиваться и форма этой оплаты. Это не очень дорого и достаточно удобно. Можно получать любую самую современную и российскую, и иную литературу непосредственно в электронной форме. И, наконец, я думаю, что чем больше будет между российской исторической наукой и, скажем, доминирующей в мире исторической наукой тот разрыв идеологический, который сформировался в советское время, преодолеваться, тем меньше будут противоречий. И я думаю, что поддержание вот этого общего исторического пространства будет легче. Оно должно развиваться не через противостояние мирового к каким-то трендам, а в согласовании с ним. Говоря о новых механизмах, новые, как говорится, это хорошо забытое старое. Вспомним классикам. Товар, деньги, товар. Пока у нас не будут развиваться в достаточной степени интенсивные экономические отношения. Пока не будет востребованность в, скажем так, нового молодого поколения в русском языке и так далее, в русском образовании. Мы рискуем, понимаете, ходить вокруг самого заколдованного круга. Нам нужно вот новый, среди новых методов, значит, я бы все-таки выделил роль экономики, экономических отношений, развитие двусторонних вот этих контактов, совершенствование методов экономических взаимоотношений, не только продавать там, скажем, энергоносители или же, значит, через территорию транзитировать, а одно и другие какие-то методы. Вот через это, я думаю, что следует ожидать новой волны интереса к русскому языку. Я думаю, что, наверное, может быть и обратное, какой-то интерес быть, в частности, у народов, которые населяют Кавказ, значит, к азербайджанскому языку и так далее. И вот вам общеисторическое развитие, общеисторическое развитие. Спасибо, Исна. Я хотел бы отметить, во-первых, вот очень много здесь было сказано, что были с Хавецких годов учебники штампы. На самом деле были. И я хочу сказать, что вот русские народы и вот народы, которые живут в этом пространстве, и азербайджанский народ, в ментальном есть схожие черты. И одна из них из одной крайности в другую крайность, правда. Дело в том, что сегодня создаются такие идеологические штампы, скажем, в историографии в Азербайджане или в России, что просто диву даешься. Или, с другой стороны, нам кажется, что мы отказались от советских штампов, и больше штампов нету. Давайте посмотрим внимательно, времени очень мало. Даже с периода феодализма, начиная с 13-14 века, и даже до этого очень большие штампы есть, и они остались. Несмотря на то, что издана за эти годы достаточно литература. Все-таки вот такие книги, которые издаются Элдаром Смайловым в Москве, очень мало таких книг. И книги, которые издаются и в самой Москве, я имею в виду уровень профессионализма. Вот если мы хотим заниматься обменом информации, во-первых, мы должны беречь, да, обязательно, беречь ту информацию, которая есть, и стараться, чтобы та информация, уровень профессионализма, вот в этой информации, в новой информации, вот созданной информации, она сохранялась обязательно. По поводу, вот еще одна реплика, по поводу филиала МГУ. Как раз недавно, буквально, был здесь, вот мы вместе приезжали с Алексеем Викторовичем Власовым, значит, декан исторического факультета Сергей Павлович Карпов, член Куракадемии наук в Российской Академии, и была встреча с ректором филиала московского Наргисханом Пашаевой. Здесь как раз разговор шел об историческом обмене, мы поняли, что встречный интерес в Азербайджане есть. Дело в том, что формирование связи в основном происходит на уровне государственных структур. К сожалению, за последнее время целые пластыри наших обществ остались вне вот этих процессов интеграции. Потенциал существует огромный. И вот я считаю, что на перспективу, это очень хорошо, что создан вот этот экспертный совет, я думаю, что будут созданы рабочие группы, потому что есть целый ряд стратегических направлений, которые и могут предложить те самые механизмы. Они существуют на самом деле. Дело в том, что просто они на самом деле пока еще не предложены и не задействованы. Я думаю, что это работа на перспективу. Дело в том, что мы живем в эпоху прагматизма, и надо выявлять сферу взаимных интересов и выявлять тот потенциал, который может быть использован на этом направлении. Это опять же задача нашей перспективы. Это просто тема отдельного разговора. Сейчас трудно все излагать. Ну, я думаю, что да, с созданием экспертного клуба все-таки возникнет возможность в интенсификации диалога по этим направлениям. Но боюсь, что все-таки основу будут составлять политический диалог и торгово-экономические отношения, что, наверное, закономерно. Поэтому я бы выступил с инициативой, пользуясь представителем тренда, все-таки пока дать площадку вот такой вот российско-азербайджанский неформальный исторический клуб, чтобы мы могли общаться и обмениваться мнениями по вышедшим работам по Южному Кавказу, по Большому Кавказу, вообще в целом по нашей общей истории. Так, это во-первых. Ну, и во-вторых, давать площадку не только политикам. Мы все равно много говорим. Да, я думаю, что политики всегда найдут своего благодарного слушателя, но такие люди, которые должны быть творцами общественного мнения, но не имеют возможности, потому что это не медийные персонажи. Значит, и в России, и в Азербайджане надо людям такую возможность, безусловно, давать. И историки, и здесь гуманитарии должны обязательно такую возможность иметь. Благо, агентство «Тренд» и «Вестник Кавказа» в России напрямую связаны с ведущими вузами. И я думаю, что здесь появится возможность на постоянной основе такого рода встречи в прямом режиме или в режиме онлайн в удаленном доступе проводить. Ну и третий момент. Мы должны, конечно, распространять информацию о изучении истории Азербайджана в России и истории России в Азербайджане. А потому я очень рассчитываю на то, что у нас сегодня все встречи – это не просто обмен мнениями в рамках такой праздничной даты, но и попытка людей, имеющих вес, влияние, авторитет, все-таки перейти к практическому режиму диалога. По крайней мере, и историки, и депутаты, и политологи, и эксперты, и журналисты, я думаю, заинтересованы здесь все присутствующие. В общем, чтобы отношения между нашими странами, а не на словах, а на деле вышли на уровень стратегического партнерства. На этой позитивной ноте, оптимистичной ноте я бы хотел выходить. Спасибо всем!